Встречу с населением Уссурийска начали министры Приморья. В холле молодежного центра «Горизонт» специалисты провели личный прием. Консультации по многим вопросам горожане получили еще до приезда губернатора. После с отчетом перед уссурийцами выступил Олег Кожемяка. В Уссурийске построят шесть многоэтажек для переселения из ветхого и аварийного жилья. Почти две тысячи человек смогут заехать в новые дома. Губернатор распорядился, чтобы программу закрыли полностью за два года. Есть определенные сложности в мерах социальной поддержки многодетным, связанной с жильем. В крае задержки с получением сертификатов. Я стою на очереди, как многодетная семья, где трое, воспитывается трое детей, единственных ребенок инвалидов. В общем, так, мы говорили сначала 21-22 год, сейчас 23-24 годы, когда мы получим сертификат, неизвестно. В прошлом году, когда вы приезжали, вы мне предлагали, да, отказалось жилье продуктов социального найма коротки воздвижного. Если это еще актуально... Актуально, давайте, пока будете ждать, в том числе заполучили жилья, поселите все это квартиры и жилите. Мы странно предлагаем. В этом году в Уссурийске отремонтируют 86 дворов. Уже выделено 360 миллионов рублей. Благоустроят семь скверов, на что направили еще 62 миллиона. Но в округе оказались сложности с участием в программе «Тысяча дворов для сельчан». Проблему озвучил житель Новонекольска. Вне руководителя, то есть мы не можем участвовать в «Тысяча дворов» в программе, а очень нужна детская площадка детям. Как это все решить? Возможность издания ТОСов, когда объединившись, так скажем, в решении общей задачи, и правительство, и муниципалитеты предоставляют эти меры. И мы в праве самостоятельно решить, на что пустить денежные средства. Поэтому решение этого вопроса сейчас уже возможно. В плане ремонта дорог, реконструкция пути из города к селам Тереховки и Манакина. Также займутся участками трассы Уссуриск по граничной госгранице. Краевую субсидию направят на проектирование четырех мостов. Но одно сооружение 1892 года постройки в городской черте интересует жителей уже давно. На улице Чеченье, на проезд под железнодорожными путями, находится в районе сострадей. В середине февраля, в руки практически рейсировали пробеги. Хотелось бы знать временные рамки реконструкции этого объекта. И если возможность, то это рассматривает. Мы прогнозом по определенной стоимости технологии работ в 2023-2024 год. Ну, сказали, обещали, что будут стараться, сделаем все работы в 2023 год. После выхода на спектакль. Вот постройки, это очень важно. Ну, там действительно ситуация оформлена. Из-за того, что проезжала большая грузная тягика и по белой палке проезд на строительство. Согрение помогло. С чем пришлось, если стекленно ставить еще одного повода. Спросили у Сурицы о школе на Междуречье и ремонте других объектов образования. Также обратились с просьбой открыть поликлинику в этом же районе. Или хотя бы организовать прием врача общего профиля. Представители здравоохранения пояснили, что этот вопрос будут решать в следующем году. А сейчас глава региона поручил скооперироваться с застройщиками и выделить помещение под обустройство кабинетов терапевта и педиатра. Озвучили губернатору и другие проблемы, которые особенно волнуют население. Были вопросы, связанные в том числе и с созданием нормальных условий для тех животных, которые здесь имеются. Я имею в виду создание зоопарка. Это тоже вопрос нас в повестке дня не снимает. По последним федеральным требованиям условия содержания животных в парке не соответствуют нормам. Для нового зверинца необходимо 500 миллионов рублей. Предварительно выбранное место за городом, где администрация планирует реализовать проект и переселить хищников из центра Уссурийска.